здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами еще раз поговорим о яблочном молочном брожении и поговорим о том почему не стоит спешить разливать вину в бутылки сподвигла меня на это видео на штука одно явление которое я вам чуть позже покажу обязательно знакомая вам бутыль а буквально недавно я показывала ее рассказывала что это вино уже побыло на холоде я его сняла с винного камня залила в бутыль и на наглядном примере показывала что затвор начинает у нас работать множество пошло комментариев что все это чистая физика ребят ну какая физика уже прошло несколько дней она была открыта ну то есть я его перелила заново закрыла и затвор пошел работать никакая физика то что кто-то предполагает что вино при переливке она там насыщается воздухом и потом этот воздух выходит кислород вине растворяется после этого начинает вступать в реакции с компонентами вина и вот такого вот выделения вы точно не получите по крайней мере уже прошло несколько дней и затвор работы то есть яблочно-молочное брожение еще идет видео где я рассказывалась именно про яблочно-молочное брожение я приводила литературные данные что при температуре в районе 20 градусов но там несколько недель идет на самом деле идти может достаточно долго как показывает практика поэтому мы не спешим потому что потом нас могут ожидать сюрпризы и не всегда приятны тоже рассказывала когда что открывала бутылку прошлогоднего вина и там была легкая газация опять же чьи-то домыслы что это не доброт никакой-то не недоброт это было не закончено яблочно-молочное брожение уже в последних стадиях образовалась некоторое количество углекислоты которую мы потом увидим на стенках бокала в виде легких пузырьков ну теперь посмотрим что у меня здесь это антони велики сделаны по белому на самом деле все гораздо светлее но искусственное освещение цвет передает по другому это маленькая емкость остатки все остальное стоит в другой емкости его я на холод не выносила затворы уже были остановлены я сняла с осадками пока на холод не выносила и сейчас покажу почему буквально день назад значит я решила чтобы я просто знаю что там яблочно-молочное брожение еще идет и что надо было бы открыть выпустить газ ну вот смотрите что что сейчас произойдет здесь очень плотная пробка слышали то есть пошел выстрел сейчас уже такого нету а когда буквально день назад сделала вот эту штуку хотя немножко видно легкий дымок идет идет выделение углекислоты кстати запах тоже сразу пошел значит вот так вот газ я выпустила теперь можно закрыть обратно еще пока что чуть подержать иногда проверять потому что при большом накопление ну здесь бутылка достаточно прочная но кто знает пробка могла вылететь и вот еще один пример вино стоит на балконе здесь сейчас градуса 3 и как видите процесс еще какой-то идет . видим вино бродит и здесь и здесь и даже на балконе то есть это именно яблочно-молочное брожение которое бывает что продолжается очень очень долго поэтому мы не спешим разливать вино в бутылке чтобы у нас не было неприятных сюрпризов более того часто стремятся разлить вино в бутылке потому что она там якобы созревает так вот яблочно-молочное брожение это первый этап созревание вина поэтому дайте ему нормально завершится даже если вам кажется что у вас все процессы закончились все равно мы ждем до весны и если у нас не затворы какие-то другие пробки особенно вот такие вот очень-очень крепкие и надежные ходим иногда раз там две в три недельки проверяем на всякий случай если мы закрываем вино в 3 литровых банках как минимум до весны и до апреля месяца никаких закатываний только капроновые крышки потому что если вдруг получится вот такая вот ситуация а то ну просто сорвет крышку то либо потихонечку она не совсем герметично она по чуть-чуть будет выпускать вот этот углекислый газ и ничего страшно не случится если же мы закатаем если давление будет небольшое все будет хорошо но если давление создастся большое то могут быть неприятные сюрпризы и отвечая еще на частый вопрос слишком долго бродит что делать ничего не делать так и должно быть это изображение может длиться достаточно долго даже несколько месяцев это нормально при этом вино можно пить если вы хотите если потерпите то ну по вкусу будет мягче будет приятней на сегодня это все что я вам хотела рассказать показать большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды и контакты до новых встреч